Во вторую субботу мая отмечается Всемирный день борьбы с гипертонией. В поликлинике кардиодиспансера к дате приурочили день открытых дверей. А волонтеры отряда кардиогвардии развернули форпосты здоровья на Шереметьевском проспекте и в одном из торговых центров города. Все желающие могли измерить свое артериальное давление. Мы понимаем, что разовая наша акция не изменит в целом ситуацию. Но зато именно в этот день люди увидят акцию, примут участие и задумаются о состоянии своего здоровья. И возможно не все, но кто-то обратится в больницу и пройдет свое обследование. Гипертонию называют молчаливым убийцей. На самочувствие повышенное давление практически никак не сказывается. А между тем это не просто серьезная болезнь, но и фактор риска инфарктов и инсультов. Здоровым людям для контроля достаточно проходить диспансеризацию или плановые мета-осмотры. Тем, у кого гипертония есть, измерять давление необходимо один-два раза в сутки. В принципе, без разницы какой прибор. Докторам, специалистам удобнее пользоваться механическими. Но это не значит, что электронный тонометр неправильно показывает. Просто нужно пользоваться поверенным прибором. То есть прибором либо новым, либо периодически его поверять. Межповерочный интервал, то есть для того, чтобы проходил проверку прибор на точность измерений. Межповерочный интервал указан в паспорте к прибору. И он у каждого прибора разный. Его нужно просто знать. Но механически дешевле покупать каждый год новый. У них, как правило, межповерочный интервал год, реже два года. И, в общем-то, дешевле их просто менять. У электрических, у электронных тонометров у них от двух до трех лет. И их, в принципе, имеет смысл и поверять. Не допускать повышенного давления можно с помощью грамотно подобранных препаратов. А между тем, нередки случаи, когда таблетки теряют свою актуальность. Если человек начинает вести здоровый образ жизни, отказывается от вредных привычек, больше двигается, худеет, сокращает количество употребляемой соли, гипертония, как правило, сдается и отступает навсегда. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.